В Кировской области начался новый этап в борьбе со старым врагом. О ноу-хау, которые появились у врачей для лечения и диагностики туберкулеза, узнала Милана Поварницына. Загадочное название – Диаскин-тест. На самом деле это более точный метод, который пришел на смену реакции МОНТУ. С его помощью проверять детей и подростков на тубинфекцию теперь гораздо легче. И даже возможно диагностировать эффективность лечения. Сергей Шихов – частый гость в процедурном кабинете. Каждый раз он с облегчением узнает – лечение помогает. Совсем не страшно так прийти и сделать игол? Нет, не страшно. Тест показывает, как у ребенка есть улучшения, нет улучшения. Результаты-то есть, значит нужная прививка. Чем раньше болезнь установлена, тем легче ее лечить. Поэтому, считают врачи, надо начинать профилактику буквально с самого рождения ребенка. Иначе говоря, делать противотуберкулезную прививку. Бывают случаи отказа от прививок. Но ни в коем случае нельзя этого делать. Потому что, если эта прививка даже не защищает на 100%, она хотя бы предотвращает от каких-то очень тяжелых и летальных форм туберкулеза. То есть, если туберкулез и происходит, то это в достаточно легкой форме, с которой мы успешно справляемся. Уже к 18 годам возбудитель вируса живет в организме каждого человека. Туберкулез может развиться из-за ослабления организма, хронических заболеваний, злоупотребления курением. Первые симптомы коварной болезни человек может просто не заметить. Ежегодная флюорография совсем не опасна, как считают многие, но позволяет выявить раннюю стадию болезни. Новейшим инструментом в борьбе с туберкулезом становятся и экспресс-тесты или чип-диагностика. Позволяет идентифицировать микобактерию от 3 до 5 дней. То есть, человек при постановке диагноза уже сразу же будет назначен наиболее эффективный, наиболее верный вариант лечения. А хорошо пролеченный пациент, это, во-первых, у него есть шанс, что он никогда не вспомнит больше об этом заболевании. И второе, мы все фтизиаторы считаем, что лучшая профилактика среди населения – это качественно проведенное лечение. Лечение туберкулеза на ранних стадиях в 20 раз дешевле, чем на поздних. И шанс выздоровления в разы выше. А еще фтизиаторы часто повторяют – туберкулез не любит сытых и веселых. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.